Сегодня мне поручена очень приятная миссия провести круглый стол по очень важной проблеме возможный удар в шапу и рану последствия позиции России буквально только что по нашим дипломатическим каналам прошла достаточно любопытная информация пока еще не обнародована что иранские вооруженные силы постепенно приводятся в повышенную боеготовность дело задевается нешуточное наверное вы все знаете прекрасно что вчера или позавчера к Обаме обратилась группа ветеранов американской разведки с предупреждением чтобы американцы не влезали в Иран еще раньше Кастро предупредил Бабаму о том что в таком случае мировая война даже неизбежна мы находимся скажем так на пороге очень серьезного конфликта мир находится на грани глобального конфликта я бы сказал и откровенно говоря первое мое заявление что не без помощи России дело в том что ядерный Иран если даже будет наличие ядерной бомбы гораздо меньшее зло для России чем прозападный Иран вы можете себе представить какая картина может быть если Иран будет прозападным а прозападный Иран априори предполагает антироссийскую направленность всю ее и его деятельности во внешней политике и во внутренней кардинално будет меняться ситуация на Каспии радикальнейшим образом ситуация изменится в Центральной Азии вопросы связанные с конкурентным участием России по энергетическим вопросам практически будут решены однозначно не в хозу России и я бы сказал исламский фактор будет использоваться максимально активно для того чтобы дестабилизировать обстановку в самой России я не побоюсь этого слова если скажу что если Иран будет прозападным а прозападность Ирана предполагает смена режима в Иране а все что сейчас делается вокруг Ирана имеет генеральную идею главная задача это сменить режим в Иране любое другое устройство исламское абсолютно не будет отличаться от нынешней силу ментарности иранского народа а раз такое дело режим должен быть другим светским навязанным и подкупленным и насажденным и вот такой режим совершенно очевидно что будет максимально будет задействован в антироссийских интересах поэтому я полагаю что ядерная программа Ирана это повод американцам совершенно наплевать на режим нераспространения режим нераспространения не является догмой и не может сейчас защитить процессы которые связаны с ядерной программой любого другого государства вот-вот Япония будет иметь ядерную бомбу процесс обогащения урана в Японии уже достиг таких размеров что в этом году по прогнозам специалистов Япония станет ядерной державой в плане обогащения урана еще одно заявление которое может быть для вас будет диким и неправдоподобным есть твердое ощущение о том что Саудовская Аравия обладает ядерным оружием они на протяжении долгого времени помогали Пакистан финансовая помощь Саудской Аравии и технологическая помощь Соединенных Штатов в 90-х годах в 80-х годах были главной задачей в деле противостояния в Афганистане Советским Союзом и в расчете на то что под шумок ирако-иранской войны и под шумок помочь каким-то образом решение вопрос связанных с вывода войск Советского Союза сделать сделать Пакистан военно-ядерной державой с одной стороны чтобы на самом деле действительно Пакистан почувствовал себя отдачу или взамен на то что делает по отношению к Маджахедам и выводу Российских Российских войск в Афганистане чтобы противостоять достойно Индии но главная цель американцев было чтобы сделать так чтобы в перспективе Пакистан мог стать и мог использовать это оружие против Ирана если в Иране произойдет что-то типа оранжевой революции вряд ли можно говорить о том что Иран сохранится как единое государство то есть он сохраняется при нынешнем режиме с высокой степенью вероятности его разорвет на две может быть три части какая-то прилепится к Азербайджану в том или ином виде ну и конечно когда государство такое большое ну как бы теряет свою государственность возникают другие даже если там будет в Тегеране условно говоря про западное правительство все-таки ему будет мягко говоря на фоне развалившегося государства не до того чтобы вставлять нам палки в колеса поэтому я думаю что этот риск преувеличен если же говорить опять же сугубо цинично нападение американцев на или же израильтян или под каким угодно соусом на Иран в краткосрочной перспективе для России принесет некоторые выгоды безусловно цены на нефть взлетят так как наш бюджет не меньше иранского ориентированного энергоносителя поэтому мы от этого в краткосрочной перспективе выиграть если же вернуться к военному аспекту совершенно очевидно что лучше всего и эффективнее всего наносить удар по Ирану при прямом и непосредственном содействии США но и израиль даже как бы самостоятельно при молчаливом согласии в состоянии пусть и на грани своих военно-технических возможностей такой удар нанести в принципе то количество боеприпасов которое нужно использовать по нашим подсчетам в принципе придется задействовать наверное практически весь потенциал израильских ВВС тех самолетов которые могут нести с ударным потенциалом но в принципе скажем два налета с самолетами по по 32-40 самолетов в значительной степени должны решить задачу нанесения хаоса дезорганизации возможно неполного уничтожения иранской ядерной инфраструктуры соответственно на мой взгляд в случае нанесения ударов для иранцев будет большой удачей если им удастся сбить хотя бы 2-4 самолета агрессоров но в принципе воздушное пространство ирана остается беззащитным но надо отметить что иранцы не хуже нас с вами это представляют и понимают что возможность ответить у них есть только в асимметричном поле и мы все помним как эффективно отработали проиранские группировки в Ливане против израильтян и собственно говоря я думаю что в случае атаки на Иран основной ответ будет асимметричный это те шиитские меньшинства которые проживают в странах Персидского залива в Ливане вполне возможно какие-то шиитские меньшинства которые даже живут вне стран Персидского залива имея контакт с с Ираном они в состоянии конечно организовать серию эффективных атак вплоть до каких-то паровойсковых операций в частности на американские базы которые расположены в странах Персидского залива поэтому безусловно Ирану есть чем ответить хотя и в несимметричной плоскости